После небольшого перерыва дала себе время немного расслабиться после расслабления, так сказать, на карантине. Опять возвращаюсь к вам и сегодня хочу поговорить о том, какие вопросы чаще всего задают мне женщины касательно как познакомиться с американцем, насколько сложен этот процесс, процесс переезда и миграции. Естественно, с моей точки зрения сейчас я вам это все расскажу. Зачастую спрашивают, боялась ли я ехать к незнакомому мужчине, которого мало знаю, в незнакомую страну. Уже в моих видео звучала эта тема, когда мы делали интервью с Яной. Я поставлю ссылочку, под этим видео можете пересмотреть интервью с Яной. И в других моих видео я уже отвечала на этот вопрос. И ответ такой, я тут немножко заросла, шевелюра уже, видите, какая. Но у нас, слава богу, сейчас уже с 11 мая будут открываться потихонечку парикмахерские, рестораны и кафе на улице и так далее. Потихонечку, значит, все вернется на круги своя. Так вот, я говорила о том, что надо не спешить и быть уверенным в своем мужчине. Надо его как следует узнать, пообщаться, пусть он поприезжает. Один приезд, второй приезд, третий, поехали куда-то вместе, провели там 2-3 недели. Сейчас, конечно, это маловероятно, но вот раньше, да, я вот давала такие советы. В какой-нибудь другой стране, в Европе, допустим, или пусть он на Украине побудет как можно подольше с вами, да. То есть, вы снимете жилье, вместе поживете и узнаете его поближе со всех сторон. То есть, этот ответ, он незыблемый, неколебимый, и я продолжаю об этом говорить. Что тогда, тогда этот человек, этот американец уже не будет для вас незнакомцем, да. Это будет уже свой, уже более-менее знакомый и понятный человек. И вот такой вот ответ на этот вопрос. Дальше. Вот так вот, значит, сделать надо, чтобы быть уверенным в своем мужчине. И тогда вы уже едете к другу, да, а не к незнакомцу. Как удостовериться, что у мужчины все нормально с финансовой стороны, что нет долгов, что нет каких-то очень больших кредитов, да, что он там, ну, как бы финансово стабилен, да, и что он может какое-то первое время вас содержать. Опять же, узнавайте мужчину, задавайте ему вопросы касательно этой стороны медали. Не стесняйтесь, естественно, по мере вашего общения, не сразу в лоб, да, а, ну, все равно на каких-то первых порах вы можете потихоньку начать у него спрашивать про его финансовые, про его финансовую состоятельность. И это важно, и это нужно делать, потому что у нас в стране не принято, это считается чем-то зазорным, а у американцев и европейцев это нормально. Ничего сверхъестественного и тем более стыдного в этих вопросах нет. Вы едете к нему, и он выступает вашим спонсором. И когда вы будете заполнять документы на визу К1, там мужчина ваш будет так и указан. Спонсор, он ваш спонсор, да, это у нас когда-то смеялись и считалось, что ха-ха-ха, спонсор это что-то такое постыдное, да. Нет, спонсор это человек, который отвечает за вас финансово, содержит вас, и у него должно быть достаточно денег. К сожалению, я не владею информацией, сколько именно денег у него должно быть. Но вы можете погуглить и в своей ситуации, та, которая у вас есть, да, то есть или это будет виза К1, или это будет еще какая-то виза, найти всю эту информацию. Также существует множество форумов, где вы можете задать или прочитать об этом, задать этот вопрос или прочитать об этом. И есть группы в Фейсбуке, там где тоже поднимаются эти вопросы о том, сколько у мужчины должен быть доход, чтобы он беспрепятственно мог вас пригласить в Америку или в другую страну. Расскажу о такой ситуации, которая была совершенно недавно, вернее она началась давно, но факты вот эти вот я узнала совершенно недавно. Один мужчина приехал в Dream Connections, я рассказываю в основном про агентство Dream Connections, потому что я через это агентство вышла замуж. Кто еще не знает, сейчас вот я об этом вам скажу. Значит, приехал очень хороший молодой мужчина, до 40, там 35-37 лет ему. Симпатичный, высокий, подтянутый, в общем нормальный, да, красавчик, можно сказать, по некоторым стандартам или параметрам. И вот сразу же он познакомился с девушкой, с женщиной. У нее было двое детей, примерно там 3-5-7 лет, да, вот в таком промежутке. Они друг другу понравились и стали строить свои дальнейшие планы. И первая информация, которая до меня дошла, это что эта женщина через какое-то время одумалась и захотела вернуться к своему предыдущему мужу, от которых, может быть, у нее детки. Но потом, вот совершенно недавно я узнала другую информацию. Оказывается, когда этот мужчина подавал на визу К1, его финансовая состоятельность не подтвердилась. Может быть, если бы девушка, эта женщина была одна, без детей, возможно, он и смог бы ее забрать с собой в Америку. Но государство считает так, раз это трое человек, как бы, идут к нему на его попечение, да, то эта сумма его доходов делится на троих. Может быть, там, я не знаю подробности, да, там на детей может быть меньше, на взрослого человека, жену будущую может быть больше. Но, в общем-то, ему дали отказ. У него была где-то примерно сумма доходов 3000 долларов, может быть, даже чуть меньше. Он зарабатывал в месяц, да, такую сумму. И вот он не смог на нее оформить визу К1. Ему отказали из-за его вот такой вот финансовой истории. Также он там не работал какое-то время, был безработным. В общем-то, это все суммируется, там, как-то это все подсчитывается, да. Может быть, там, за последние три года, за последние пять лет. Не знаю этих нюансов, таких вот тонкостей. Не знаю, потому что мне это не доводилось делать, да. Я говорю только о том, что я знаю и в том, в чем я конкретно уверена, да, на своем опыте. Еще какие вопросы часто задают мне женщины? Например, такой вопрос. Почему американцы приезжали не один раз, а бывают такие истории, потому что первый раз они приезжают, они, знаете, как с Луны спустились. Потом постепенно они понимают всю эту систему, как это все работает, как эти встречи, как эти свидания с женщинами происходят. И на второй раз, как правило, мужчины находят уже себе пару. Так вот, вопрос такой, почему американцы каждый раз, приезжая, да, там, в один раз ведут на свидание одну девушку, а в другой свой приезд ведут на свидание другую девушку. Им что, не стыдно? Подождите, дорогие мои, а почему бы и нет? Да, то есть они точно так же, как мы, встречаются, пробуют, да, смотрят, узнают и решают для себя, подходит им или не подходит. И, допустим, в этот приезд они нашли одну девушку, и они хотят с ней строить отношения и надеются, да, что все будет хорошо, но по каким-то причинам, допустим, мужчина уезжает и выплывает, знаете, когда люди уже расслабляются и думают, что, о, вот, все хорошо, уже все получится, вылезают какие-то нелицеприятные детали, да, как у одной, так и у другой стороны, как у мужчины это может обнаружиться, так и у девушки, и вот они по каким-то вот таким вот причинам разрывают свои отношения. И вот мужчина приезжает второй раз, ну, вот он и второй раз, как бы, надеется, да, и пробует, думает, что все будет хорошо. А в Dream Connections есть такая традиция. Вот мужчины приехали, неделю они здесь побыли в Николаеве, то есть это понедельник, вторник, среда, четверг у них свидания очень активно, там очень много свиданий в день может быть, да, вплоть до, ну, там, 3-4 свидания, все, весь день расписан, кроме того, еще культурная программа от Dream Connections, они ведут мужчин в понедельник, дай бог памяти, так, понедельник, по-моему, в детский дом, и мужчины там могут финансово поддержать этот детский дом, по-моему, какой же день, вторник, караоке, может быть, сейчас уже что-то поменялось, с переводчиками караоке, да, и вот мужчины там могут хорошо провести время. И вот до пятницы, да, идут активные вот такие вот свидания еще и с девушками, с женщинами. А в пятницу финальный динер, на который мужчина должен пригласить ту девушку, женщину, на которой он остановился, и, как бы, дальше мужчина на выходных в субботу-воскресенье уже покидает Николаев, улетает, и потом у них только переписка. И вот, ну, как бы, как за неделю мужчина, когда волосина, как за неделю мужчина успел, да, прийти к какому-то выводу, с кем он дальше хочет продолжить общаться, вот ту девушку или женщину он и ведет на этот финальный динер. И ничего здесь смешного или странного, ну, я, например, не вижу. Дальше. Как реагируют дети, да, вот когда ребенок видит, что его мать создает отношения с иностранцем, с американцами, она должна покинуть свою страну. Дети реагируют по-разному. Я уже тоже говорила об этом, но повторюсь, что чем меньше ребенок, тем вот прям, знаете, вот настолько гладко и естественно для ребенка все это происходит. Ну, можно сказать, вообще без каких-либо для него последствий. Чем старше ребенок, тем сложнее, да, и вот есть такое у меня наблюдение, что дети после 16, они уже не хотят никуда эмигрировать, им нравится их страна. Вот если это Украина, то, допустим, Украина, если это Россия, то Россия. И они уже видят себя здесь, в своей стране. За редким исключением. Сейчас вообще очень трудно, потому что, если ребенок до 21 года, да, вы можете его оформить и записать в свои документы, и забрать с собой в Америку или в какую-то другую страну. Если после 20, то потом это только воссоединение семьи. Сейчас вообще никакие иммиграционные, вернее, как, рассматривается виза К1 из-за карантина. Все-таки продолжает виза К1 рассматриваться, но приостановили пока приглашение девушек, женщин на интервью в Киев. Но все остальные иммиграционные и неиммиграционные визы, это может быть рабочая виза неиммиграционная, студенческая виза и так далее, они все приостановлены. То есть Америка не принимает их сейчас на рассмотрение до неопределенных времен. И те детки, которые уехали со своими родителями, конечно, им сейчас очень хорошо, да. А вот те дети, взрослые, которые не уехали, остались в Украине или в России, очень большой вопрос, да. То есть они не могут и по приглашению к своим родителям слетать, и, ну, то есть непонятно пока, чем дальше это все обернется и как будет. И такой вопросик еще, который часто мне задают, я его оставила на закуску. Чем американцы, я про иностранцев говорить не могу и не хочу сейчас, не буду, потому что они немножко слеплены из другого теста, они очень близки к американцам, но все равно есть некоторые нюансы, чем они отличаются от американцев. И вопрос звучит так. Чем американцы хороши как мужчины или же чем они отличаются от наших мужчин? Значит, опять же, моя точка зрения, да, что в первую очередь они все сделают для того, чтобы создать семью. Семья у американцев очень ценится и ставится, вот знаете, как это должно быть у американского мужчины. Они сделают все возможное для того, для того, чтобы их женщина была довольна, удовлетворена. Если они слышат, у них, знаете, вот как ухо немножко заточено на то, чтобы слышать свою женщину и делать то, что она просит, не откладывая в долгий ящик, как правило. Иногда вот я скажу по себе, я сказала и забыла, да, что я там что-то хочу, а мой мужчина помнит и делает, да, если наши просто поговорили и как бы забыли или проигнорировали, то американский мужчина, он делает, он не только говорит, да. Это один такой нюанс. Дальше. Американский мужчина не считает зазорным стирать, готовить, убирать, учить уроки с детьми, гулять с ними, да, это как в порядке вещей для него, и это не обременительно. Он делает это с удовольствием, не с показным, а с настоящим, таким вот не искусственным, а естественным. Дальше. Мужчина, когда привозит вас в свою страну, он берет за вас ответственность по всем фронтам, он понимает, что он ответственен за вас материально, также вы в чужой стране, у вас нет людей близких рядом с вами, вам надо обзавестись своим кругом друзей и так далее. Он вам, как правило, это все помогает делать. И также какие-то бытовые вопросы. В Америке все это проще и дешевле обеспечить женщину в бытовом плане, да, пусть это будет какая-то бытовая техника, пошли купили, пусть это будет, да, любое все, что вам необходимо, не составляет труда американцу быстренько-быстренько этот вопрос решить. Еще такой вопрос. Сколько женщин я знаю возраста 50+, которые вышли замуж за американца и уехали в Америку? У меня две подруги, с которыми я тесно общаюсь. Это 40-45 лет, вышли замуж через Dream Connections. Дальше, где-то человек 6, то есть где-то 6 женщин, которые до 40, они вышли замуж за американца через Dream Connections. И я их, конечно, лично не знаю. Мы общаемся на Фейсбуке, в соцсетях, но я точно знаю, что это наши девочки, потому что это легко определить по общим друзьям, по фотографиям из Dream Connections и так далее. На сегодня у меня все. Рада была с вами пообщаться, как бы так немножко встрепенуться после долгого моего молчания, ну как долгого, пару недель где-то, да, опять вернуться, как говорится, на вот эту вот стезю. И до новых видео, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если видео понравилось или не понравилось, комментируйте, подписывайтесь. До новых встреч, пишите, какие вопросы еще разобрать. И пока-пока!